Братья и сестры, мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, глава 14. Прочитаем с вами известное изречение Иисуса Христа. Шестой стих. Иисус сказал ему, «Я есмь – путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вообще, в Евангелии от Иоанна есть несколько этих изречений, которые начинаются словами «Я есмь» или «Я есть». Христос показывает, кто Он есть. И на самом деле Христос не столько показывает даже, кто Он есть, сколько Он показывает, в чем мы нуждаемся, когда Он говорит эти слова. Он, говоря о том, кто Он есть, Он этим самым показывает, какую нужду Он может удовлетворить у человека. И вот, например, когда здесь Он говорит «Я есмь – путь и истина, и жизнь», то Он этим самым показывает, что все мы нуждаемся в том, чтобы понимать, каким путем идти. Все мы нуждаемся в том, чтобы понимать, в чем состоит истина. И все, конечно же, мы хотим жить. И вот рассуждая над этими словами, давайте подумаем. То есть, что такое путь и зачем человеку нужно знать путь? Конечно, человек, когда приходит в этот мир, приходит в сознание, в понимание того, что ему нужно жить, что ему нужно планировать свою жизнь, что ему нужно что-то делать, он задается вопросом «Куда направить свой путь?». И во многих сферах жизни этот вопрос, он по-разному звучит, но человеку приходится делать выбор. У него всегда есть несколько путей, несколько дорог, несколько возможностей, несколько вариантов, из которых нужно выбрать что-то одно и при этом не ошибиться, выбрать так, чтобы потом всю жизнь не жалеть, выбрать так, чтобы потом не возвращаться к этому выбору. И часто бывает так, что к этому выбору уже не будет возможности вернуться. Поэтому человеку нужно знать путь. И люди, когда они выбирают, принимают решения какие-то, они на что-то должны ориентироваться в своей жизни. Человек не может сам из себя взять и выбрать, он должен на что-то ориентироваться. На что люди ориентируются? Ну, очень часто люди ориентируются на то, что им говорят их родители. Ориентируются на то, в чем они выросли, в чем они были воспитаны. И хорошо, когда человек растет в хорошей семье, в которой ему действительно могут подсказать. Но очень часто человек растет не в благополучной семье. И когда он делает выбор, осознанный или неосознанный, согласно тому, чему он был научен, он может ошибиться. Христос говорит, что «я из им путь». Он как бы показывает, что на самом деле осветить путь и показать путь может только он. Он может только сказать, каким путем идти. Причем не только, когда дело касается нашей духовной жизни, но и когда дело касается наших простых человеческих решений каких-то. Потому что мы должны четко понимать, что в нашей жизни духовное и просто житейское, оно тесно взаимосвязано. У нас нет такого, что вот тут у нас духовная жизнь, а тут такая обычная, человеческая, житейская какая-то, плотская, какие-то такие заботы. Все это тесно переплетено. И поэтому решения, которые мы принимаем в жизни, житейские решения, в быту даже, которые мы принимаем, они отражаются на нашей духовной жизни. И Писание говорит о том, что мы можем жить для Господа всегда и везде. Мы можем все делать для Господа. И поэтому очень важно нам искать Христа, искать Его волю, искать Его ответа на вопрос, какой путь выбрать. Второе, что Он говорит «я из истины». Немногие люди задумываются над поисками истины. Многим людям, в общем-то, как-то так, не особенно интересно. Они просто живут, как живется, да и все. Но иногда в жизни людей, не только людей, в жизни может быть, если можно так сказать, государства, или в истории, или в народе, возникают моменты, когда человеку необходимо разобраться. Разобраться, что правда, что неправда. Как поступать, каким образом занимать ту или иную позицию. И ему нужна истина. Но Христос говорит, что истинная, настоящая истина заключена в нем самом. Что человеку можно многие вещи просто оставить за бортом, может быть, даже отказаться от понимания тех или иных вопросов. Но очень важно разобраться в вопросе истинности, когда речь идет о вечности, когда речь идет о духовности, когда речь идет о том, что является главным, что является второстепенным. И поэтому Христос говорит «Он есть истина». Истину невозможно найти без Иисуса Христа, без Его Слова, без Его Откровения. В нем находится истина. Ну и, конечно, для людей понятно, что такое жизнь. Жизнь – это высшая ценность. И из этих трех вещей, наверное, ничего так больше человек не дорожит, не ищет и не осознает, как высшую ценность – это свою собственную жизнь. Потому что для каждого живущего мысль о неизменной утрате жизни, она приводит человека к какой-то бессмысленности. Она приводит человека в состояние тревоги, волнения. И человеку очень неуютно от того, что однажды жизнь закончится. И люди стараются эту мысль гнать от себя, освободиться от нее, заглушить ее чем-то или отложить на какое-то другое время и сказать «Еще не время, еще придет время, когда я об этом задумаюсь». Знаете, чем моложе человек, тем, наверное, чаще он это делает. Он думает «Это еще не скоро, это еще ко мне вообще не относится, это еще когда будет». Но чем старше человек, тем яснее и явственнее он это видит. И Христос говорит, что жизнь на самом деле заключена в нем. И если мы задумываемся над тем, что такое жизнь, это вот какая-то деятельность наша, какая-то постоянная возня, забота о чем-то, и вот мы переживаем о чем-то, думаем, что-то планируем, с кем-то имеем отношение, проводим какое-то время с кем-то. И вот если так разобраться, а что из этого является жизнью? Ну, мы постоянно что-то делаем, суетимся. Неужели это вот это мы боимся утратить? Но Христос, во Христе Иисусе, мы как верующие люди, мы раскрываем новый смысл жизни. Мы понимаем, что такое жизнь в духовном смысле этого слова. Мы понимаем, что истинная жизнь – это общение со Христом, это существование в Его свете, это понимание Его воли, это откровение, которое приходит от Него, и действие, и жизнь, и наши планы, и наши какие-то предпринимаемые попытки и усилия, связанные с тем, что открывает нам Иисус Христос. И вот это и есть настоящая жизнь. И поэтому Христос говорит, что жизнь, она заключена в Нем. И когда человек находит этот источник жизни, который никогда не заканчивается, тогда человек, наконец, обретает покой, тогда человек избавляется от этого волнения, и он, чем дальше, тем больше утверждаясь в этой мысли, он может спокойно воспринимать неизбежное, то, что произойдет рано или поздно, то, что эта жизнь земная, она закончится, и человек двигается дальше. Но человеку, увы, недостаточно знать истину, недостаточно видеть цель и понимать путь, к которому нужно идти, и недостаточно знать то, что жизнь не кончается. Когда он встает на этот путь, на эту новую дорогу, которую он обретает, покаявшись перед Богом, он обнаруживает, как это непросто жить поистине, как это непросто быть христианином. И это нас приводит к новой потребности. Новая потребность – это то, что нам нужен проводник. Нам нужно не просто знать, нам нужно, чтобы кто-то взял нас за руку и повел, провел через эту жизнь, провел по этому пути, подсказывая в нужные моменты, как нам надо поступить. И поэтому Христос в другом месте, это в Евангелии Тавана 10 главе, есть еще одно «Я есмь», и он говорит «Я есмь, пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Итак, Иисус снова являет собой ответ на нужду. Он ведет нас не как наемник, а как любящий пастырь. Он знает каждого по имени и своих детей, и он озабочен тем, чтобы никто не потерялся. Озабочен этим не меньше, чем всякий человек беспокоится о самом себе, о своих детях, о своем имуществе. Вот точно так же Христос заботится о каждом из нас. Он не хочет, чтобы кто-то потерялся. Он знает путь, потому что сам прошел его, и он ведет туда, где сам пребывает. И он может защитить от опасностей, потому что сам отразил эти опасности. Поэтому, братья и сестры, сейчас, когда мы будем молиться, будем помнить о том, кто такой Иисус Христос, насколько мы в Нем нуждаемся, насколько для нас важно, чтобы Христос присутствовал в нашей жизни повседневно, постоянно и направлял наш путь. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы слышали Его голос, и чтобы мы следовали Его повелениям. Аминь. Помолимся об этом. Субтитры создавал DimaTorzok